Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я был в открытии, я уже об этом снимал видео, на семинаре, в котором обсуждались самые перспективные на взгляд аналитиков, ведущих аналитиков открытия, куда инвестировать лучше всего. И там был вывод в том, что, скорее всего, Европа будет развиваться достаточно уверенно и стабильно. Почему? Потому что в Европе отсутствует риск санкций, который есть в Китае и в России, риск торговых войн с Америкой. Поэтому они рекомендуют в европейские индексы, в структурный продукт защиты капитала, который опирается на европейский индекс. И вы меня просили рассказать подробнее об этом. И вот сейчас я хочу показать вам... Я запросил презентацию у открытия, они мне ее предоставили. Сейчас я... Ну, мы перейдем к этой презентации. Но что я еще могу сказать, что если вы захотите, то сможете зарегистрироваться у меня на сайте demitkov.com, нажав на кнопочку «Модельные портфели» или там... Там есть форма для обратной связи, лучше всего там. И просто напишите, что... Пришлите мне, пожалуйста, презентацию по европейским индексам, я вам ее просто перешлю в ответ на ваш запрос, на e-mail. Вот. Итак, давайте переключаюсь на презентацию, посмотрим подробности. Структурный продукт защиты капитала, старый свет, новые возможности. Значит, это презентация на SPDR Eurostox 50 ETF. Что это такое сейчас? Это структурный продукт защитой капитала, опирается на базовый актив цены акций SPDR Eurostox 50 ETF. Что это такое? Это индекс типа нашего индекса Мосбиржи, RTS, типа индекса S&P 500, но европейский индекс, который учитывает акции крупнейших европейских компаний. То есть, это как бы вложение совокупное в крупнейшие европейские компании, но через ETF. Валюта рубли, биржа New York Stock Exchange, дата исполнения 20.01.2020 года, то есть сколько там? Ну, полтора года получается. Порог входа 250 тысяч рублей. Это очень низкий порог входа, это очень выгодное предложение. Пороговая цена 1, текущая цена. Ну, текущая цена, да. А как заключить вот этот вот структурный продукт, открыть? Надо обратиться к брокеру, и брокер уже там конкретно скажет, какая текущая цена будет на момент открытия вот этого структурного продукта, потому что, ну, он может немножечко измениться. Теперь дальше, смотрите, целевая доходность. Дело в том, что целевая доходность, она зависит от того, какую степень защиты капитала вы хотите выбрать. Смотрите, если вы выбираете стопроцентную защиту капитала, то есть в случае, если в Европе начнется кризис и все это начнет падать, то есть европейский индекс начнет падать, то при стопроцентной защите вы получаете 11. 11% — это целевая доходность, сейчас я немножечко об этом скажу, и коэффициент участия 80%. Что это значит? Что такое коэффициент участия? То есть если акции падают, то вы ничего не теряете в рублях. Если акции растут, то вы получаете, ваш вклад растет не с такой же интенсивностью, как растут акции, то есть вот эти 250 тысяч, а 80% от роста акций. Еще раз, значит, акции растут вот так, а ваш депозит растет несколько медленнее. Почему? Потому что коэффициент участия ниже, но зато стопроцентная защита капитала, то есть в случае падения вы ничего в рублях не теряете. Вот, теперь далее. Целевая доходность, то есть это предполагаемая доходность. Дело в том, что аналитики, они очень осторожные люди, они говорят, вот целевая доходность 11% годовых. Сколько там реально получится, они не предполагают и не знают. Они говорят, будет 80% от роста. Они предполагают, что этот рост составит 11% годовых. На самом деле обычно получается больше, ну, по секрету скажу, ну, раза в два, может быть, больше. Вот, но вот так. То есть я этого не говорил. 11% целевая доходность. То есть это они предполагают вот так. То есть если евро вырастет, например, к рублю, то, они говорят, коэффициент участия увеличивается, получается. Вот, теперь далее. Коэффициент участия, да, защита капитала 99%, то есть в худшем случае вы потеряете 1%. Но зато вы получаете коэффициент участия 90% от стоимости базового актива и целевая доходность 14% годовых. Ну и, соответственно, защита капитала 98%, у вас коэффициент участия 100% и 15-45% целевая доходность. Целевая доходность в данном случае в рублях, то есть если, но как бы в рублях, если евро или доллар, там, доллар дорожает к рублю, то, соответственно, доходность увеличивается у нас, потому что инструмент. Базовый актив, он валютный. Если в случае роста, то и валюта растет, то просто, ну, как, кумулятивный эффект, они вместе растут. Вот, то есть это будет выше. Я еще раз говорю, целевая доходность, это предполагаемая, то есть если там, ну, там евро не вырастет или там доллар не вырастет, вот, это целевая, то есть то, что предполагают аналитики. Может быть, по результату больше. Главное, это коэффициент участия и защита капитала. Итак, инвестиционная идея. Ну, я могу скинуть вам по запросу вот эту ссылочку, там, кстати, я уже сказал, dimetkovyur.com, там есть форма для обратной связи. Просто запросите и все. Прочитать я здесь не буду читать. Вот, инвестиционная идея. В последний год основной фондовый индикатор Европы, то есть индекс Евростокс 600, то есть 600 все-таки акций, компаний, показывает уверенный рост, в том числе относительно своего американского коллеги, индекса S&P 500. То есть европейский соответствующий индекс растет быстрее, чем S&P 500. На наш взгляд, данная тенденция может продолжиться и дальше в течение нескольких лет. Мы ожидаем продолжения роста мировой экономики и экономики ЕС, переходящая к проинфляционному росту. В отличие от США и Великобритании, экономика Евросоюза имеет видимые резервы развития, как по производственным мощностям, так и по людским ресурсам. То есть ресурсов у Евросоюза больше. Сальдо торгового баланса и счет текущих операций ЕС традиционно остаются сильными. А постепенный переход ЕЦБ к более жесткой денежно-кредитной политике может стимулировать дальнейший рост пары евро к доллару. И приток внешних инвесторов в европейские активы. В этих условиях мы считаем, что европейские индексы могут в ближайшее время расти активнее индекса S&P 500. Как следствие, мы предлагаем участвовать в возможном росте путем инвестирования в структурный продукт на акции фонда СПДР Евростокс 50 ЕТФ. И, значит, ожидания по росту ВВП ЕС могут двигать индексы вверх. Ну, дальше принцип работы. Я уже не буду на этом останавливаться. Он очень простой. Здесь мы предполагаем, что европейский индекс будет расти. И если он растет, то мы получаем соответствующий нашему коэффициенту участия рост от этого индекса. Если он падает, то мы ничего не теряем. Вот такие простые вещи. Ну и здесь примеры какие-то приводятся. Тоже как бы не очень... Они стандартные. Вот, собственно говоря, все. Итак, еще раз. Если вы хотите получить вот эту презентацию, напишите, пожалуйста, мне. Я вам ее вышлю в виде... Мы просто вышли презентацию. Это мне не жалко. И если вы захотите вот этот продукт применить к себе, если вы еще не зарегистрированы, я помогу вам зарегистрироваться в открытии. В открытии брокер. До встречи. С вами был Виктор Юрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова